Здравствуйте, Чашиделек! Добро пожаловать в наш еженедельный обзор «Тибет на этой неделе». Меня зовут Ченэ Палмо, сегодня я ваш корреспондент. В этом еженедельном выпуске вы узнаете о последних событиях, связанных с Тибетом и Центральной Тибетской Администрацией. Главные события недели. Его святейство Далай-Лама встретился с участниками конференции исследования влияния созидательных практик. Премьер-министр Центральной Тибетской Администрации Ситюнг Пемба Церинг посетил культурный оперный конкурс в Верхней Школе Тибетской Детской Деревни Апартисивир. В полнолуние Священного Месяца Сакадова была проведена молитвенная служба в тибетском офисе в Японии. Тибетский офис в Канбере принял участие в молитвенном собрании в церкви Эншфильд в Сидни. Департамент образования завершил практический семинар для учителей дошкольных учреждений. В пятницу на прошлой неделе его святейство Далай-Лама встретился с 200 представителями университета Эмори, которые приехали в Тарамсалу, чтобы принять участие в конференции на тему исследования влияния созидательных практик. Об этом мероприятии поведал директор Центра сострадания Эмори Гешерлоп Санкт-Инзинеги. Отвечая на вопросы участников, его святейство сказал, что разные традиции учат нас быть более внимательными и воспитанными, но ключевым вопросом является сострадание или практическая забота о других. Светская этика дает нам средства воспитания здорового общества, но на личном уровне каждый ценит теплоту в человеческих отношениях. Его святейству были вручены две научные книги, изданные тибетской научной инициативой Эмори. А также под руководством Департамента образования Центральной тибетской администрации около 50 тибетских школ в Индии приняли участие в четырехдневной конференции и семинаре, организованных совместно университетом Эмори и фондом Далай-Лама. Продолжение следует... На этой неделе его святейство Далай-Лама одаровал аудиенцию члену парламента Индии, бывшему члену Министерства иностранных дел и также прежнему заместителю генерального секретаря ОН Шри Ша-Шитаруру. Индийский политик также посетил Центральную тибетскую администрацию и встретился с премьер-министром, спикером, заместителем спикера, а также с членами постоянного комитета тибетского парламента в изгнании. В среду на этой неделе глава Центральной тибетской администрации, премьер-министр Секьонг Пемба Цринг посетил тибетский оперный конкурс Ачэ-Ламо в Верхней школе тибетской детской деревни Апартисиви в Тарамсале. Кунчок Микмар, сотрудник тибетского поселения Тарамсала, присутствовал на мероприятии в качестве главного гостя. В этом году оперный конкурс был посвящен 89-му день рождения его святейства 14-го Далай-Ламы. В своей программной речи Секьонг Пемба Цринг высоко оценил цель конкурса тибетской оперы. Он подчеркнул важность сохранения богатого и уникального наследия традиционной оперы Тибета в соответствии с благородными мотивами его святейства Далай-Ламы. В главном образе традиции оперы Ачэ-Ламо на конкурсе исполнялись самые знаменитые классические произведения. Дом Сонг Цэн исполнил Нанг Сауэ Бо, Дом Чи Сонг исполнял Сук Чи Нима, Дом Чи Рэл исполнил Шу Гял Нор Санг и Дом Нья Чи исполнял Джо Ва Санг Мо. Нья Чи как исполнитель оперы Джо Ва Санг Мо был объявлен победителем конкурса этого года. 25 мая был отмечен день полнолуния Сакадова как самый священный день в буддийском календаре. Считается, что рождение, пробуждение и ход в парнирвану Будда Шакемуни были проявлены им именно в этот день. Вовсе Тибетского дома в Токио в честь этого дня были проведены молитвы и серия содержательных бесед тибетским и японским сообществам. Джо Си Янг Цонг как представитель Тибетского дома Японии приветствовала собрание и подчеркнула в своей речи, что Сакадова представляет собой самый священный месяц в тибетском буддизме и выразила благодарность всем присутствующим за их участие. Кунчок Ситар из колледжа Путала изложил краткое жизнеописание Будды и объяснил значение Сакадова. Позже все участники в течение часа читали молитвы для получения благословений и взращивания духовной гармонии. В конце Кунчок и профессор Юмику Исихама из университета Васеда ответили на несколько вопросов участников. Тибетский офис в Кампере принял участие в молитвенном собрании в церкви Эшфилд в Сиднии 26 мая, посвященном 35-й годовщине китайского демократического движения 1989 года и также 5-й годовщине протеста в Гонконге в 2019 году. Мероприятие было организовано Сиднейской церковью Эшфилд. Это событие является маяком надежды и призыва к переменам, имея огромное значение в продолжающейся борьбе Китая за демократию и права человека. Тава Сангмо, представительница отдела связи Китайско-Тибетского информационного бюро, выразила большое сочувствие бесчисленному количеству людей, которые стали жертвами во имя демократических идеалов Китая и подчеркнула экскалацию репрессий и системной дискриминации, с которой сталкиваются тибетцы при китайском правлении. Одна из ее главных тем была о том, как его стечство Далай-Лама посвятил свою жизнь развитию гармоничных отношений между различными религиями. После проведения молебна Австралийско-Новозеландский альянс помощи жертвам китайского коммунистического режима провел в церкви семинар. В мероприятиях приняли участие активисты китайской демократии, члены Фалуньгун, протестные группы Гонконга, представители Тибета и иностранные студенты из Китая. Семинар «Практическая жизнь», организованный Департаментом образования тибетского правительства, успешно завершился 25 мая. Этот семинар был предназначен для учителей дошкольных учреждений школ ТСВ Тибетских детских деревень в Ладаке и продлился в течение 10 дней. В заключительной программе семинара приняли участие Тензин Дорджи, руководители академической секции, Ливу Лхаму Пемба, координатор тренинга, Тонжул Джигме, директор школ ТСВ Ладак, члены управляющего комитета школы ТСВ и другие 20 участников. В своем заключительном слове Тензин Дорджи подчеркнул важность семинара и призвал учителей применять полученные знания в своих классах, обеспечивая пользу детям, находившимся под их опекой. Церемония открытия семинара была проведена 15 мая представительницей Департамента образования Калён Тарлам Джума Чангра, одновременно с ее визитом в школу ТСВ в Ладаке. В первый день семинара прошла встреча между министром образования, тренером семинара и участниками. На протяжении 10 дней участники изучили краткую биографию доктора Марии Монтессори, занимавшейся практической деятельностью, заботой о себе и окружающей среде, грацией и вежливостью, а также о других важных компонентах практического обучения. На этом завершается наш сегодняшний выпуск. Вы смотрели новости Тибет на этой неделе. Спасибо за внимание. Присоединяйтесь к нам в следующем выпуске, чтобы узнать больше о событиях тибетского сообщества. Желаю всем хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова